Всем хаааай! В общем, я решила делать очередную перестановку в своей комнате. В какой-то момент времени, когда я стала испытывать много стресса, спойлер, в этом видео я ни разу не буду плакать, представляете себе? В общем, в этот момент, когда я максимально загналась, я подумала и решила, что стены, которые должны меня радовать, меня перестали радовать. И я подумала и решила, что отличный способ избавиться от возможного стресса будет полная переделка и перестановка комнаты. Сейчас моя комната выглядит так. Все, конечно, прекрасно и мне нравится, но... Ну, в общем, тут ничего нового. Пересмотрела огромное количество американского пинтереста, американских бьюти-блогеров и решила, ну все, настал мой час. Я тоже хочу быть как американская бьюти-пинтереста, ютуб, инстаграм, тикток-блогерша. Ну, а что из этого вышло? Мы поехали в Икею. Мы приехали в Икею. Где найти пуфик? Вам не кажется, что ты похожа на мини-мусорки? Ну, типа, ты буквально выглядишь, как будто ты мусорка. Я хочу это взять. Взяла 8 штук. У всех американ бьюти-блогеров вот такие вот полочки есть, а у меня нет. Поэтому, ну, я решила, что мне они теперь тоже нужны, потому что, ну, почему бы нет, если да, повторение, мать, учение. Что-то ведь на сколько тебе легко? Легко. Реально? Ну, пока на колесиках, да. Когда мы приехали в Икею, я стала делать уборку My Room. Я, мне нужна комната в стиле American Fancy Beauty Bloggers. Также я покупаю себе хранилище для кистей в форме мусорки. Ненавижу наклейки. Ааа, они выглядят дуразительно. Знаете, наверное, это будет самый масштабный разбор косметики, который у меня когда-то был на канале. Сейчас буду доставать отсюда. Здесь просто миллиард помад. Я думаю, даже не нужно все высовывать, чтобы понять, что туда никак не влезет. Ты знаешь, что у тебя пятно в левой части объектива и влево сверху? Нет. На картинке это четко видно. Вот видишь пятно. Нет, я не вижу. Как ты предлагаешь меня это увидеть? Но ты потом будешь монтировать, увидишь. Давид! Сегодня увидите изменения, но прошел примерно час. И за час я еле-еле разобралась. Я выкинула огромное количество косметики. Я туда закинула огромное количество косметики. И я разобрала только первую вот эту штуку. Только одну. Пока я решила, что здесь будут подводки, здесь туши, здесь всякие штуки для бровей, здесь... Что это вообще? А, здесь еще раз всякие штуки для бровей. Я никогда ничего не закончу. Я не понимаю, в каком мире и в каком месте человеку нужно столько одних только подводок, но, видимо, мне нужно. Предвидя вопросы, типа, нафига тебе вообще столько всего нужно? Ребята, у меня рассылки не прекращаются. Мне каждый день приносят тонны косметики. И, конечно же, я постоянно тестирую новую косметику. И, знаете, всегда происходит такое, что мне начинает что-то нравиться, потому что, когда тебе присылают много косметики, естественно, хочешь не хочешь, но что-то ты себе интересное найдешь. Ну, как было и в этот раз. Прежде чем мы приступим дальше, я должна вам просто показать и рассказать про невероятно крутую косметику, которую я уже тестировала. Это новая коллекция Vivienne Sabon, называется Aurora. Здесь какие-то абсолютно невероятные блестяшки, сияшки. Мне не терпится, мне хочется привести себе форму и сделать макияж. Сейчас вы сами увидите. Делать макияж начинаю вот с такой палетки теней. Беру самые светлые тени, наношу на все мое подвижное веко и немножко выхожу за контур. В этой палетке очень здорово подобраны цвета, что самое приятное. У нее текстура, которая не осыпается и очень-очень легко тушуется. Но, естественно, здесь есть как матовые, так и сатиновые оттенки, что круто. Чтобы даже супербыстрый макияж выглядел оформлено и аккуратно, нужно тени, которые я до этого наносила, совместить с румянами. Поэтому я, собственно, сейчас это и делаю. Возьму хойлайтер. Кстати, зацените, какой он красивый. Он с такой прям, вот знаете, снежной искринкой. Боже, снежная искринка? Что еще можно придумать? В общем, добавляю немножко снежной искринки сюда. Смотрите, как классно и сразу красиво выглядит. Теперь перед тем, как взять глиттеры. Глиттеры я, кстати, возьму больше серебряный цвет. Я воспользуюсь голубым карандашиком и нанесу его на мою слизистую снизу. На губы у меня немножко блеска. Следующим шагом беру вот эту палетку с глиттерами и я просто не могу. Как красиво. Я сделала свочи, не могу нарадоваться, как это красиво выглядит. Наносим глиттеры. Макияж в жизни очень мерцающий. И это за счет того, что в составе есть как мелкие, так и крупные глиттеры. Кстати, он вообще не осыпается. Но при этом глиттеры пластичные. Их можно наносить так, как тебе удобно и делать любой рисунок. Как вот, например, я сделала. Ссылочку на косметику я оставляю в описании. Реально рекомендую. Обязательно что-то посмотрите, потестируйте где-нибудь в магазинах, если увидите. Это вот оно реально того стоит. 100 про. Такие дела не иронично советую, кстати. Я видела эту штуку у всех American Heart Bloggers. Поэтому решила, что мне она тоже нужна. Все, норм. Это не так просто, как казалось бы. Справлюсь. Сила Зима, что могла помочь. Помоги. Ладно. Давиду было легче. Я хотел сказать, вы знаете, почему я участвую в этом деле и тоже занимаюсь ремонтом? Чтобы вы знали, что мы с Лисой не развелись, да? Ааа, точно. А то мы же все знаем, если муж не участвует в ремонте, значит они развелись. Мне понравилось, как неловко ты сказала слово муж. Такое, блин, я не знала, как рассказать, поэтому скажу муж. Да, нам просто не нравится это слово. Да, мы предпочитаем, используя другие слова, например, любимые. Вы этого не видели. Фу-позер. Хайпится на любви. Ну так, ну что, хайпово. Так, внимание, сейчас я покажу вам настоящее безавтотюренное пение Лисы Авами. Внимание, что контент Лиса Авами, поэтому за автотюну. Ааа, у вас нет, у меня не любят люди, я радуюсь в ответ. Теперь вы понимаете, почему мне нужен автотюн? При поддержке уважаемых сообщений, ты выбрала гиперпоп, потому что ты не умеешь петь. Так, ладно, все успокоились. Смотрите, я заказала себе несколько органайзеров для косметики, пока мне пришли только для помады. И я не знаю, правда, мне хватит всего три штуки. 24 умножить на 3, сколько будет? Спойлер, вы все поняли и без него. Самая блин тупой, что это только часть. Аааа. В тот же день мне привезли какую-то часть органайзеров для помад, я их начала все складывать. Я поняла, что половина помад у меня существует, еще бог знает сколько лет. Я вроде только недавно пыталась очистить свой косметический завал, но нет, они снова появлялись и снова были просрочены. И в общем, я не знаю, что в общем. Да, я абсолютно понимаю, что этих трех несчастных штук мне явно не хватит. Знаете, что раздражает? Она раздражает, называет. Да, да, да. Знаете, в тот самый случай, когда ты сам не пользуешься, но тебе настолько жалко, и ты просто это хранишь. И непонятно, а зачем? Подождите, у меня есть еще очень эксклюзивный контент. Буду хранить, пока не стухнет. Не, ну классно, конечно. Боже мой, это не только, блин, подводки, капец. Как много вопросов, как мало ответов. Так, коробка по классике наполнена косметикой, которая выбрасывается. Это еще не до конца собрано то, что отправляется друзьям. Это то, что я пытаюсь сейчас разрулить. Спойлер, я разобрала только два вот этих отсека, первый и второй. За пару дней до этого я заказала себе стол из Икеи. Заказала я себе стол абсолютно такой же, как стоит у меня здесь. И вот его наконец-то привезли. Не знаю, насколько это была хорошая идея заказывать такой же стол и использовать его потом в качестве макияжного, но посмотрим. Походу, мне привезли стол. Это же Икея была? Да. Ура, наконец-то. Пошло. А, фух, я испугалась, что они забыли. Нет, нет. Смотрите, ребят, я не развожусь сюда, ведь несет за меня вот эту вот штуку. Хотя она тяжелая. Конечно, она тяжелая. Я знаю, что она тяжелая. Вот этот он мне не помогал собирать, и из-за этого все решили, что мы в разводе. Если вы не понимаете, о чем речь, то, короче, я, по-моему, год назад снимала видео, где я делала вот этот вот комод. Сейчас я вам его покажу. Я даже не буду извиняться за то, что здесь насрано. И кто-то очень умный человек написал в комментариях, о, нет, Лиса сама собирает комод, где же Давид? Ну, в общем, и понеслось. Люди неиронично подумали и решили, что раз я собираю комод сама, то, очевидно, я развелась. Кот, совсем скоро здесь не будет грязного, нет, не убегай. Если бы у меня было не все равно, я бы не жила в грязи, но я в ней живу. Если однажды я создам свой бренд, он будет называться грязь. О, кот-падальщик пришел. Ужасно. Я, честно, не знаю, сколько была хорошая идея взять точно такой же стол и использовать, как пассентический, но вот и посмотрим. Эх, комнатка, комната прям. Мне было с тобой хорошо, но теперь мне с тобой плохо, поэтому я шлю тебе пока. То, что я сейчас планирую делать, очень грустно, но мы должны это сделать. И майки, та-да. О, нет, папу, мне жаль. Мне жаль. Я в ужесть от того, какая стена пустая без них. О, жесть. я нашла второй молоток и imagine этот молоток был из рассылки косметики так этапы работают теперь у нас две одинаковые штукинцы здесь все выглядит пусто но ничего это сейчас пусто здесь грязно как всегда ничего нового а вот и давит с ковром потом очень долгое время раскладывали вот эти полки которые делали до этого пытались каким-то образом прибить все нужно было рассчитать максимально идеально чтобы вошел стол и если вы спросите а почему нельзя было сначала поставить стол а потом уже прибивать эти штуки я вам скажу ладно верно так было можно но в общем слишком много вопросов слишком мало ответов короче вот так вот красивый розовый цвет да очень красивый это нормальные немецкие хотя меня кстати вот развели в германии ребята я не знаю видели бы мои stories или нет но короче когда покупала эти штуки я купила их несколько чтобы потом соединять и когда я открыла коробку соединительных кабелей она была вся вскрыта и это было ужасно я никогда не думала что подставят в германии настолько если ты мне понял она купила пустую коробку по цене 10 евро или сколько-то там да типа того ну типа на косарь короче прикол в том что когда я делала кастом этой комнате в тот раз и клеила вот эту вот ленту это какая-то сазона она вся отвалилась на следующее утро главное чтобы поплавка слой тогда это точно будет ровно красиво вот копает твою ленту зачем когда я делала такую же ленту но в германии вот которую я нового купила она у меня типа до сих пор держится у мамки в комнате я ее ничем доплатно не клеила поэтому в тот раз когда я ездил в германию за мой самый последний я взяла себе новую ленту если вы не понимаете что происходит то мы сверлим зеркало потому что иначе мы не можем его побесить у меня уже было зеркало и я не хотела покупать новые но нафиг это надо тем более что это неплохо заходит по размеру но как видите была проблема ну в общем да я залепила ее наклейкой получилась примерно вот такая вот зона и я пока что безумно рада потому что я не верю что у меня появился блин нормальный туалетный столик спойлер нормальный туалетный столик не появился выглядит очень прямо как american pinterest но вот это мне заклеим конечно же скотчами так ну что вот приблизительно с этим ракурсом вы теперь будете видеть мои видосы останется потом только косметику расклеить ой рассащить я уже все до 05 ну на светлый ключ чтоб красоту все ведь но уже круто срач конечно да но в целом господи в центре себя охраненно выглядит реально очень красиво они такие яркие гру немецкие лучше чем то что мы купили осталось перетащить из старых моих вот этих вот ящиков которые тоже я подсмотрела american beauty блогеров одно время ними очень нравились но потом я поняла что мне слишком много косметики и вся эта косметика не на виду и из-за этого я ее постоянно забываю я не пользуюсь и по факту получается так что даже не то чтобы тухнет а я просто забываю о том что вместе приколдесные штуки и вообще бан на это поэтому перетаскиваю все что было оттуда сюда а все что лишнее пытаюсь понять а что с ним поделать кайф я боялась что она не вместе но вместилось очень бесполезно вот кстати вот такие контейнеры очень плохие потому что в них линзы очень быстро высыхают из-за того что у них здесь воды очень мало наливается в помойку вот другое дело боже я очень здесь что это все не засрется через неделю или две но в общем я надеюсь что все будет хорошо самое часто используемые вещи очевидно как же это пока выглядит потрясающе а еще не понимаю зачем я три фиксатора под макияж стопы уже было больше не спрашивайте ладно вы спросите короче мое любимое животное это козел я думаю это все знают но это буквально мой любимый живот я вообще не фанат духов они у меня есть на нем не пользуюсь но будут стоять вкусный тут хотя вроде говорят что духи не тухнут но я не знаю я типа почти нет обоняния поэтому для меня духи бессмысленные но мне нравится что они есть они выглядят неплохо наверное стоит ли что-то говорите все и так понятно определенно сверху уж извините для меня это канон давайте с вами подискутируем о диванах что вы знаете о диванах диван бывают текстильные диваны бывают кожаные диван бывают с каркасом а бывают бескаркасные но знали ли вы как мать его тяжело купить диван в москве на сайте еще долго до того как я начинаю делать перестановку я хочу заказать себе мать его диван в комнату и заказываю на сайтах какие-то моменты мне звонят и говорят типа а вы знаете а мы не привезем вам диван его в наличии нет можете подождать 40 дней будете ждать такая нет звоню дальше кто-то мне говорит да да конечно мы привезем вам диван а на следующий день тебе звонят когда ты уже оставляешь им заявку говорит а вы знаете дивана нету вам нужно подождаться вот какие-то там 30 дней доставка будет в марте и ты такой да блин мать вашу короче мы поехали в магазин диванов я такая злая я целый день ищу диван и не могу его найти я устал им звонить каждый раз я звоню им одна и та же картина повторяется они мне говорят а дивана в наличии нет а я такая но на сайте написано что он есть таки короче они все обманывают на всех сайтах пишут что есть диван в наличии него нигде нет поэтому вынужденная мера была приветствовать огромный торговый центр который своими просто горит и выпугает роскошь и богатство бутиков 1 концептуально я не знаю это ну вот это ковер который будет настолько бог что мне нравится я не держалась все хорошо выгляжу как черт смотришь отлично временем раннее утро мне притащили диван сейчас здесь еще будет диван говорю уже будет настоящая нормальная комната котик уходи выходи от тебя задавит котик скорее выходи потом по мелочам не начали приезжать еще во всякие органайзеры потому что ну того что я купила очевидно было недостаточно концептуально пока это выглядит так не хватит как будто что-то вот на этой стене вы еще не представляете как я рада что мне пришли сейчас органайзеры я заказала целую кучу дополнительных органайзеров чтобы наконец-то все это закончить кстати ценим мансиболку кстати ценим постер все ценим очень много зеркал это потому что листы чсб так первой коробочки вот такая вот штука я заказала себе так она вроде нигде не ломная нигде не царапанная нет на все царапаны на мне пох а это я буду использовать лошадь вас там холлайтеры и всякие такие вот палец небольшие у этой коробки такое состояние как будто я купила среди потерянных посылок а еще кстати она была вскрыта до этого ребят типа это нормально она реально была вскрыта тут видно случае чего вы будете моими свидетелями все норм абсолютно ок кстати подставка по палец выглядит очень хайпово прям она кажется мне даже удобный доходи вышел алиса вы в шоках в шоках максимально вот откуда столько средств я не знаю ужасно много много это еще не все это еще не все чтобы вы понимали шок контента кулиса в мины канале для 3 нет не ладно бру не 3 я две корзинки выкинула косметики выкинула и отдала один большой чемодан который видал на ходе стоит у меня хорошая сложная косметика я не знаю просто это какой-то мэйки занималась этим реально тысяч лет сто ну я таки сделала дальше осталось дело за малым ой не могу вам даже уже показаться вот так вот как будто вы этого не видели а ну собственно дело за малым часть номер один это лианы волосы бели она я знаю что тоже возможно не супер модно но мне все равно нравится как это выглядит в интерьере ща посмотрим что они сейчас из себя представляют что настроение виноградец аааа у них только две это явно понадобится гольф хотя для первого времени я думаю 4 сгодится лол нет это было настолько тупо что я даже не сняла блин в другой день привезли еще лиан видите ее прям очень много и она вот так вот связано то есть по идее сейчас я могу вообще что угодно сделать как на всю стену лиану это запихнуть этого должно хватить официально на вот это требуется больше времени чем я думала поэтому я вернусь к вам блин выглядит реально очень приятно ствол только убрать например да смотри даже на видео хорошо ой реально очень уютно мне прям супер нравится но когда я сделала лиан я уже выпустила трек и одна из моих подписчиц решила отправить мне подарок в абсолютном ужасе он просто он в ужасе господи он такой проклятый я не могу это ужасно ну подарок ну ставлю ему лайк что еще мне сказать собственно вот такая вот у меня american не american room получилось когда-то хотела делать цивильную комнату а получилось нечего сказать кроме слов пока